сейчас это все пропущу почему в трех фильмах я про это рассказывал то есть цитировал товарищ оказывается ваши кошки у нас не приживутся конечно он же конкурент у него саженцы конечно не приживутся зачем конкурент так это про катеринбург да сад был железоблокоприятный мелко-мелько находится в блокоприятном микроклимате я объяснял ниже есть таблица какой бы ни было глубокоприятный так все равно у них холоднее чем у вас с южным и средним уралью все равно холоднее несколько лет не получал я урожай абрикосов персиков из них вымерзания подмерзания ранее чистейшие персики погибли годом раньше потому что я от нищеты срезал с них много веток и они в самую большую землю просто замерзли восстанавливал черенки брал из погреба это было абрикос один год пропустили когда спустили для нас водохранилище это аккумулятор тепла он не то что становится на степле средняя температура тоже я показывал практически как новосибирской церкви но выравнивание происходит понимаете вот это выравнивание у меня все абрикосы были целы так что вымерзание подмерзание чистое броня чеку надо избавиться от конкурентов дальше я показывал какие вот не у нас а у них просто обидно вот сейчас так как я не мог все равно все как бы заполнить информацию вот пожалуйста саженец который посажен видите вот внизу сколько хватило развивается нормально выше 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 раз и хотя он был обрезан по железу наполовину он тем не менее еще прошло время прошло это не если я показал то есть самого начала получил я часто говорю видите состав колета это самый бороденка у китайца соответственно будут отрезать вот яркий пример а так как практически никто никогда на том же урале по железу не отрезать а какие бы ни были плохие корни все равно там целая крона ноги даже боятся и жалеть а вдруг вырасти а вот это вдруг окончается тем что практически все сады больные а потом бой тоже меркам помните как показывал чтобы это саженец раз его надо скубить вот так можно без комментариев и показывал не что это середина лета телевидение приехал я вручил даме это самый секретарь и так как я не боялся это привитое яблони это нормально кустовидное все тряпочки пошел раз ну что я должен делать одно оставлять и убирать зачем я взял саженец выкопал вот чем хорошо как они показал я взял холм вот полюс пробега носит уже зарастил так черный середина реза обратите внимание вот эти деревья растут и дальше взял универсикатор я очень низкой на три четверти отрезал две боковые ветки а то которая была как бы центральная только отрезал ситуацию сильно обрезал не смотря на то что практически казалось бы все корни цело тем не менее сильнейшая обрезка и он слава богу живет до сих пор вот это и посадка позже хоть бы не говорил что посадка на холм без вас придуманная щит и не плагиатор чужой присваиваю я просто объясняю потому что кто-то начинает говорить железо посадил что на железо ссылается а железо чуть ли не украл эти технологии показал и показал яркий пример вот это персик посмотрите лучик вот достали позирует посмотрите как это чудесно выглядит ком земли а дальше естественно можете не сомневаться что то ли они то ли я от отрезал это счет и это несмотря на то что кроме целого допустим я растет жалко слезы льют у меня покупатели не отрезаю проходит несколько лет написала прекрасную статью обо мне еще не укрытых не укрытых песка вот рядом стоит мужчина на другом фотографии симпатичный мужчина средних лет он за руководитель учебного заведения где выпускает агронома которому а это недалеко пределах 100 километров а красняк 500 и вот она звонит чеку который ближе говорит отвезите меня к железу я хочу про него написать статью то время был очень популярен сейчас никому ничего не надо а тогда да он сказал какого железа он учит студентов он преподаватель начальник он меня не знал а почему не знал потому что у них есть программа это как-то замминистра беларуси он же только как сказал у нас регламент то есть научил студентов а сад варисе то я никогда не вылечу вот и вот получается это было мне обидно он про меня даже не слышал что на свете есть то есть в круг круг ученых я не ухожу вот это было это сейчас такое а вот это вот я пропустил чтобы узнали обратите внимание на это выращена в горшке сомнений нет или сомнений пусть без горшка она выращена это как круто вы смотрите первую фотографию я взял набрал в интернете торговлю саженцев что-то в этом вроде ничего не видеть поверьте мне уже глаз набит так они не выращены в горшках перед самой продажи поставили эти палки с обрывками сами понимаете уникальны должны быть где-то в диаметре метр если нормально развелся допустим рост просто в грунте без всяких горшков это метр обрубили как могли башки затолкали притоптали и отправили на продажу и только потом когда у насчет их доставать а дальше все тот же мой рассказ вот тут уж я десятый раз ну хорошо шестой раз рассказывать этого женщина прослушала меня мой совет что надо дергать пришла на рыдак санкт-петербурга пошла по видам и давай дергать и сказала мне чуть морду не набили представляете подходит с будущим питомника вода значит надо использовать уклон почему если я говорю что очень сложно очень-очень делать так чтобы даже чем питомники помните я вам показал саженцы которые сгнили до продажи помните да последний вебинар они сгнили еще когда их растили на продажу они уже сгнили в основании не были гнилой а чтобы этого не было надо чтобы то есть они начинают корречься с самого раннего детства то есть с момента посадки поэтому я предлагаю садить склон вот это мой склон дальше это было скопано под лопату тут трактора не развернешь под лопату скопано и дальше пока мы садили кругом натоптали это просто протоптали вот здесь явно трешка ездила видите трешка ездила прокопано протоптано они получились поневоле как бы наглядно и теперь а еще фотографии другие не показываю но вы вспомните там все в снегу и главное только тепло и сразу раз как с гуся вода снега нет ничего не гниет вот этот момент потому что их надо есть такое выражение беречь честь с молоту а здесь надо беречь корневые шейки с молоту вот так уж они легко гниют мне зашили четыре раза я выбрасывал то есть что приходит не при этом я вижу разлохматилась вот так вот как отстала кора четыре саженца но это немного но естественно что я сразу уничтожил чем не жалеть так при таком количестве еще халтуру значит у них склонность при прочих равных условиях у них была склонность к выприванию повышенной вот следующее это я как бы беседую с уральцами калеченая обрезка страшная эта вещь ребята я взял только одну фотографию тех фильмов мне не хватило поэтому я рассказал там про посадку а про обрезку ни слова вот смотрите только искалеченное дерево подвергается вот таким нашествий вы никогда вот мы ходили сюда сада и вот интересами вот патруль небольшая деревья так она же тоже это имеет свой кусочек сада у меня то есть ее руками ну мы вдвоем пахали короче вырастили специально кто плевал кто там ну знаете как есть операционный стол есть хирург вот она а я допустим сестра подай скальпель подай то вот и вот она научилась и получилось так что получилось так что мы когда ходили да я вот давай искать муравьев да не только десятки людей споры были жестокие были споры даже с вами лучшими друзьями ну-ка давай искать муравьев находим 1 2 а что она делает ни одной клинки нет а муравей есть понимаете что он там делает а я патрулирует только потом когда окажется что началось нашествие надо вызывать помощь вот тогда он зовет на помощь и поступает эти потом значит дерево больное дерево искалечено и вот тогда начинается пир горой вот вам перед вами вот этот пир смотрите может быть на телефонах плохо видно давайте увеличим и то что дерево искалечено увеличим и результаты увеличим видите вот так вот это дерево потеряла иммунитет у нее теперь не просто листья а листья которые не имеют я это называю знаете как они не имеют лейкоцитов они не имеют антигенов то есть у меня же на здоровых деревьев нету этого не на яблонях наверху с какой-то длинка ну куда деваться все равно сибирь все равно где-то что-то подмерзло вот это пример обрезки не будете резать вот этого не будет почва я взял опять только одну фотографию сколько вы будете людям голову морочить взять опять и уже который раз и внизу есть как-то я это скопировал потом покажу и мордой будет икать ну сколько можно всю жизнь и весь этот а это черном паре держать да тут вот эта фотография их надо комментировать или поймете же на какой черт его было в этом я понимаю посадил понимаю ну зарастит его вот я же кого это придут уже долго зарастить что ли это же долго зарастить вот это величайшая глупость превращения садоводства как волшебства в дикую страшную калечище каторгу 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 и молодых не привлекешь и чем скале ну-ка от забора и до обеда копай а потом пообедал и до вечера копай 2012 год архив что-то в нем было сейчас сейчас покажу ну-ка где мне 12 год это был очень тяжелый год очень тяжелый не тот когда теперь авария и расставила это самое вот он 12 еще страшнее было страшнее вот она видели я боюсь сюда заглядывать а теперь смотрите я еще вы хотите вынесет мои фотографии смотрите раз 4 22 апреля 12 года я запомнил два такие страшные вещи это было день рождения реча вот такие вещи ну как он вот это что если выражение было а бру потом или там отдельный будет разговор потом приходит смотрите как она бывает 7 мая вот эти во первых не все во первых знать почему вот я с тех пор я долго учусь эту году я московский самый главный институт россии в это и не мог поступить ту году дайте мне сушки я все задачи ваши решу а вот так сходу не могу и вот смотрите разное время быть это я хотел показать вот это я хочу это еще в этот год смотрите вот я не верю что это ура несколько будет плотиков посадите на холм а здесь все равно снега было у меня как бы направление пока всего лишь направлении еще но я же не хотел на этом зацикливаться манжурцам было все по барабану отвели как за милую душу вот и плоды были еще сейчас пусть было не так много сейчас сейчас короче у меня есть фотографии пусть другого года вторая волна светения дополнительная особая это на такие случаи но это мы проходили так все все возвращаемся к нашим чуть не сделать но все равно и это ну а дальше железо выдает сорт королевский это другой со всем сорт но я приводил пример это долго объяснять может я пролистаю вначале пролистаю до самый крупный королевский 102 грамма который рукой держал все равно больше чего пролистая вы скажете так тогда это не королевский дай я должен был верить человеку который давно в могиле или не должен а я вот когда фотография не буду все повторяйте их его я одно скажу но если вам вместо жигуленка подгонят мерседес вы что морду набьете откажетесь его взять а у железова не королевский вот это да это не королевский это уже чистое мошенничество фотография то моя вот она доказывать или поверить еще проходит несколько лет он стал вот таким вот я не могу каждую фотографию они потом расстроились качество я давай им свое название вот это бы я дал название крупноплодный железо вот еще один кордюмор что хочу то и называю фоэйм на тройной гибрид ну а дальше я показываю пропускаю но неудобно одно и тоже говорить у меня все равно слушайте одни и те же это все интересно вот это направление именно надо заниматься так о